Итак, круг замкнулся и сейчас вы поймёте, о каком круге и о каком замыкании я говорю. Многоуважаемый Геннадий Петрович, разрешите предоставить отчёт за 27 февраля. 77 день выхода, вес 71 килограмм 700 грамм. Хорошо, вес начал набираться. То есть организм перешёл на программ быстрого восстановления, хочет, 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 и вот на этом, как бы сказать, волне развивается так называемое явление жора. Его необходимо сдержать. Ну, поговорим. Я ему дал уже массу рекомендаций, что и как сдерживать плод до того, что ты вот съел, вот сколько ты наложил там, и уходи из дома. Иначе не можешь сдержаться и начинаешь переедать. Уходи из дома куда угодно. Вот этот период надо переждать. Итак, в 22.20 лёг спать, проснулся, а в 3.30 прекрасно выспался, выпито хвоща 550, в 3.30, потом в 4.10, потом в 10.50. Ну, не знаю, что он этим хвоща этот, хлыща этот чай. Ну, стаканчики хватит. Компот 750 граммов. Человек, он не ориентируется на чувство насыщения. Он всё вот это вот в граммах меряет и записывает. Это своего рода нехорошая вообще черта. Так не должно быть. Так, сок морковно-свекольный. 220 миллилитров. В 10.20 это он выпил. Так, гвозди куетмин принимал 4 раза. Перекись водорода 2 раза. Масляные свечки ставлю каждый день после дефекации и один раз на ночь после горячего душа и растирания масла молил. Вот тут он молодец. Молодец. Не дать, не взять. Всё-таки какой-то у него бухгалтерский вот этот вот склад ума. Вот надо так, 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 так. И вот тут он где-то это всё выполняет. Самостоятельно стул обильный, мягкий, колбасовидный в 10.30. То есть, вот смотрите, я лично считаю свою задачу по выходу сердца из голода выполненной. Мы запустили пищеварение. Запустили. Теперь остаётся держаться, чтобы не было жора. Вернее, далее. Мы запустили стул. Начал регулярно появляться стул. Это огромное дело у человека, у которого всю жизнь были запоры. Ну, поехали дальше. Значит, в 6.35 кушал 240 грамм свежих яблок. Так, далее в 12 часов геркулес 287 грамм. Сливочное масло 13 грамм. Очень горячо и очень вкусно. А тут как раз и нравится, когда у человека перевозбуждается ветер, вот, на выходе из голода, ему нравится горячее, маслянистое, объёмное, и в некоторых случаях даже и тяжёлая пища. Вот это как раз то, что надо. И вкус подсказывает ему. Вот это вот съел и всё, и бежит. Далее, в 15.40 скушал банан 170 грамм и свежие яблоки 130 грамм. Значит, смотрите, банан это один продукт, а свежие яблоки, они содержат фруктовые кислоты. И в смеси с бананом, который больше крахмалистый продукт, они могут вызывать брюзжение. Поэтому, либо банан, либо яблоки, не надо мешать. В 19.20 картошка в мундире, 2 штуки, 300 грамм, сало 64, лук репчатый, свежий, 45 граммов. Итого 408 граммов. Так, глаза почти сразу начали заплывать слизью. Значит, чрезвычайно много, нельзя превышать 300 грамм. Ну, вот, понимает человек, вот нельзя превышать 300 грамм. Ну, ну, читаем дальше. Но это еще не все. Как правило, жор разыгрывается вечером. Примерно, чуть ли, чуть ли там не перед сном. Но вот именно вечер, это ужин, это кульминация. Вот тут, ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо бежать, бежать из дома. Это будет самое-самое правильное. Если вы, ну, не можете сдержать. Итак, но это еще не все. Впереди кульминация этого дня жор. Только из-за него я так долго не мог написать отчет. Подбирал слова и вспоминал все детально. Он два раза заставлял меня вставать с кровати и идти на кухню. Но надо признать, что я сам это спровоцировал. Ну, как бы сказать, сам спровоцировал, не сам спровоцировал. Ну, ладно, сейчас мы об этом поговорим. В этот вечер я сознательно готовился к преступлению и грехопадению. Я знал, что в духовке вызревают пастила из сладких вареньей и джимов, закатанных на зиму. И только выжидал время, когда пройдет три часа после последнего приема пищи, то есть в 19.30. Целый день у меня катилась слюна от предвкушения поедания очень сладкой пастилы, а другой и неоткуда взяться. Ведь планировали готовить ее из сладчайших вареньей. Специально для пастилы сделал и противень, и специальную формовочную рамку для раскатывания равномерным слоем 8 мм. И вот, наконец, свершилось. Жена пришла с работы, и мы быстренько приступили к формированию пастилы. Вот, посмотрите сами на фото. Ну, я приведу. Пастила уже в духовке, но вот подходит время для последнего приема пищи, и понимаю, что пастила будет очень поздно, и этот прием, ну, никак не получается ее попробовать. И тут в моей голове рождается преступный умысл скушать сейчас в 19.20 картошку с салом и луком, а через 3 часа уже ночью скушать сладчайшую пастилу. Кстати, сладкий вкус именно при переразбуждении ветра, то есть сухости и холода в организме, особенно на выходе, хочется именно вот сладкого вкуса. То есть все, знаете, вот как и должно быть. Пастила, кстати, очень, она подгорела, в пищу пошла не вся. Дали высокую температуру, в следующий раз будет другой тепловой режим. А может вы ее не будете делать? Алло там, Серджио, пастилу, не будете делать? Дабы себя не провоцировать на вот такие вот вещи. Вот тут-то, вот тут-то я, так сказать, воспользуюсь тем, что похвалю сам себя в четвертом томе. Сейчас я сделаю небольшой перерывчик, чтобы найти, и я вам зачитаю. В книгах моих «Отцелительные силы» настолько все собрано, подобрано, ну, можно сказать, уникально для того, чтобы вот эти случаи объяснить и как с ними работать. Сейчас я только найду. Итак, в четвертом томе я разрабатывал целую систему оздоровления, лечения, здорового образа жизни. Ну, так как получилось. Я, вроде, специально это не делал, но так получилось. Я как раз начал осваивать для себя и понимать, как работать с сознанием. Что такое сознание, откуда оно берется и так далее, и так далее, и так далее. Далее, для того, чтобы объяснить вот этот феномен Серджио и как с ним бороться. Это самое важное. У нас есть, будем говорить, случай, прецедент, и надо уметь с этим случаем, прецедентом справляться. Итак, что мы читаем, я вам прочитаю. В четвертом томе, чтобы лучше уяснить себе механизмы собственного поведения, давайте разберем в качестве примера механизм образования страсти, описанный Нилан Сорским. То есть, страсть к пожиранию пищи. Вот эта страсть, которая уже отключает ум, и человек, подверженный этой страсти, становится вот просто-напросто ее, как бы сказать, инструментом проведения. Есть, есть, есть. Итак, первое. Началом всякой страсти, то есть желания поесть, является прилог. Впечатление, произведенное предметом при его восприятии, или же образ предмета, пастила, что пастилу мы будем делать пастилу, возникает перед мысленным взором при воспоминании о нем. Все думает, ага, это мы будем делать, это мы будем делать, то есть все, вот, все, 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 да? Что это? Вообще, мимолетные чувства и мысли, которые при определенных условиях становятся источником страсти, появляются независимо от нашей воли, а потому не поддаются моральной оценке. То есть, вот как раз вот эти вот мимолетные чувства, запах, вот эту формочку он делал, вот эти вот варенье переносил и прочее, прочее. Вот это как раз и начинается вот этот прилог, так называемый, Нил Цорский говорит, прилог. Вот, чтобы этого не было, вы начинаете вот там работать, там работать, чтобы уже какая-то мысль появилась у вас, а вы ее вытесняли противоположной мыслью, противоположной, и не один раз, а раза три противоположные мысли. Второе. Сочетание, присоединение к первоначальному образу и мыслям новых психологических компонентов. Зачатка воли и чувств. Ага, вот теперь я сейчас подожду, вот это вот все, это сейчас мы сделаем, и я, ха-ха-ха-ха-ха. То есть, уже пошло, пошло, пошло дело. Это происходит тогда, когда человек останавливает и заостряет внимание на мысли, предмете или идее. Не заостряйте, Серджио, не заостряйте на постеление, не заостряйте вообще на еде сейчас, вот как угодно, не заостряйте. Мысли что угодно, куда угодно их направляйте, но только не на это. Как только вот эта мысль и цепочка запускается. На этой ступени уже по собственной воле происходит принятие решения. Ну, как там, ага, сейчас наступит вечерочек, и я. На этой стадии возможно осознанно решить проблему трояким образом. А. Открыть зеленый свет страстному началу, что дает выход энергии наружу, но привяжет человека к объекту страсти и ввернет в порочный круг последствий. То есть, переесть. Он уже думает о еде, он уже смакует, он уже ждет, 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 ждет. И вот это Б. Волевым усилием подавить страсть и тем самым замаровать в собственной полевой форме жизни ее, образовав раковину. То есть, волевого усилия. Воли там не хватает. Не хватает воли, и ее нет. Он уже проводник вот этой вот, грубо говоря, жрачки. Поэтому подавлять не надо. Опять-таки, вот это любое подавление ведет к тому, что у вас получится эмоциональный взрыв. Да как же так? Есть нельзя, есть нельзя, есть нельзя. Кстати, там дальше будет очень интересно, к чему это может привести подавление. Ох, какой я светоч, е-мое. В. Согласно шкале внутренних ценностей, рассмотреть страсть с различных точек зрения и решить, стоит ли за нее браться. А если стоит, то взвесив ситуацию, найти наиболее оптимальный вариант для беспрепятственного излияния страсти, не вредя ни себе, ни окружающим людям. То есть здесь у нас, знаете, вот человека можно по-всякому разобрать. Я вот разбирал самого себя, а это, я думаю, и вам пригодится. Потому что то, что во мне, то и у вас, это шкала ценностей и есть. Есть особенности индивидуальной конституции и так далее, и так далее. Есть, в конце концов, побуждение. Первое побуждение – непроработано. Жрать, жрать, жрать. Остальных ничего нету, никаких нету. Какая там духовность, Серджу? О чем ты говоришь? Я над духовностью там работаю. Хорошая мысль пришла мне. Значит, прежде, чем что-то съесть, вот ты там надумал съесть, сейчас эту пастилу съем, сейчас я еще что-то съем. Прочитай сто раз молитву. Сто раз, чтобы она, в конце концов, дошла. А потом садись съесть. Вот если она не подействует, садись съесть. Ну, самую простую. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Иисусова молитва. Третье, третье. Сложение. Теперь волевой компонент подключает энергию для реализации задуманного. Я помыслил, я сделал противень, я баночки собрал с вареньем. Все это такое. Сейчас я раскатаю эту пастилу. И сейчас мы ее метанем. Это начало страстного увлечения возникшей мыслью, вспыхнувшим чувством, осмысленной идеей. Осмысленная идея, да? Он что там говорил? Преступный умысел. Уже созрел преступный умысел. А как с ним бороться? Кто вам расскажет? Еще меня называете там плохими словами за то, что я вот так вам рассказываю. Да невозможно просто-напросто так говорить. Эти серьезные вещи для несерьезных людей. Так, на этом этапе энергетика человека тратится на удовлетворение поставленной цели. Что мы увидим у Серджи? Пожалуйста. Четвертое. Стадия пленения означает полное подчинение собственной деятельности на удовлетворение задуманного. Человек использует все свои достижения. Интеллект. Ай, какой Серджио. Он чертежик сделал этого противня. Он сделал вот эту раскатку, чтобы она раскатывала 8 миллиметров, а не 7 или 9. То есть то, что надо. Да он еще амарантовую муку же использует, чтобы глютенами себя не травить. Ах, какой молодец. Так, внутренние резервы, но это уже подключается, грубо говоря, там, что там, он уже перет, варит, рукодельничает и так далее. Различает два вида пленения страстью. Добровольно или невольно. Как в первом, так и во втором случае происходит, что один человек полностью подчиняется страсти. Здесь можно сказать, идет добровольно. Человек, человека не, не, его не пихают, чтобы он переел. Сердж, ешь, ешь, ешь. А он куда там есть? Он сам, 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 сам к этому не понимает, что на выходе, на выходе вся пища будет прекрасно усваиваться, все это. Но просто-напросто, ее надо меньше, в разы. И не надо использовать такую пищу, которая бы стимулировала ваш вкус на то, чтобы вы еще, 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 еще. Пища должна быть простая, естественная. Чтоб этого не происходило. И вы как раз почувствуете вкус этой естественной, простой пищи и поймете, насколько она полезна. А не то, что можно сделать вот эту пастилу как-то там и еще что-то такое, знаете, вот эти майонезы там и так далее, и так далее, и так далее. Пятое. И, наконец, наступает последняя стадия, которая характеризуется длительностью. Ага. В результате сильной и длительной энергетической работы в организме человека образуется устойчивый информационный очаг страсти. Вы его сформировали уже. То есть это уже получается нечто чужеродное. Нечто чужеродное, которое начинает управлять вами. Задумайтесь над этим. Сначала она как мышка, а вы ее раскармливаете до уровня слона. И вот этот слон сидит на вас и делает вас проводником того, чтобы через вас получать удовольствие ему. Ну, не вам уже, а ему. Вот это вот должно как-то дойти до вас. Который, подобно живому существу, начинает сосать энергию из организма, создавая соответствующий настрой. С целью получения энергии нужно ему качество и достаточного количества. И дальше мы это увидим, как это реализуется. С целью, ну тут просто, знаете, вот это самое, как бы сказать, ну по писанному, ну по писанному. Вот как и должно оно идти, так оно и идет, это нормальное грехопадение. Вот так божественная природа человека при попустительстве аналитического ума порождает в себе дьявола, питающегося от божественной природы и подчиняющий ее себе. То есть человек, частица божества, становится проводником каких-то совершенно чуждых вибраций. Четвертый том. Кто читал? А это же было написано, ой, написано, когда что-то написано. Ну-ка еще сейчас написано, когда это было написано. В 95-м году, представляете, я уже это все разобрал. Сейчас я еще немножко дальше шел, но не об этом. Итак, мы тут вернемся к серджу. Значит, дали высокую температуру, в следующий раз будет другой тепловой режим. То есть часть пастилы спалили. Сказано, мысль есть начало всего. Ну вот я как раз вам Нила Сорского привел, как идет развитие этой порочной страсти. Поэтому скапающий слюной дождался 22-30, хотя спать хотелось очень даже здорово. То есть не мог отвлечь мысль. Мысль не мог отдернуть. А мыслью привязался к этому. Начал вытягивать противень за противнем и отмачивать пергаментную бумагу, на которой прилипла пастила. Часть пришлось выкинуть, но другую часть начал жадно запихивать в рот. Да так, чтобы проскользнула мысль, сфотографировать себя во время этого безумства было бы не прочь. А ты сними себя во время этого безумства как-то. Как это, чтобы это... Не стесняйся. Вот чем больше мы не стесняемся, вот возможно, где-то я говорил, вам там неприятно или еще что-то там. Но я веду себя, знаете, естественно, вот идет поток, если что-то там, грубо говоря, какая-то гримаса, какая-то шутка, может быть, неуместна, я ее провожу. Но я не стараюсь так вас спровоцировать, чтобы, как бы сказать, вызвать какой-то негатив. Это естественно. Вот так вот, чтобы все это шло через вас, и вы осознавали, что действительно можно, что нельзя. Но вы можете представить себе, что происходило со мной в этот момент, когда даже мне пришло на ум мальчиш-плохиш, который ел корзину печенья и бочку варенья. Сколько было съедено, не знаю. Знаю одно, она была очень сладкая, варенье, что вы хотите. То есть, обычно съедается либо все, что имеется, либо же, если имеется еще больше, все упирается в объем желудка. Он заполняется до отказа, дальше класть некуда. И вот тут, как бы сказать, мысль возвращается. То есть, контроль возвращается, человек, а что же я так переел? Отдергивайте, отдергивайте себя, я вам только что вот это прочитал. Отдергивайте, чтобы вот это все не запускало патологическую мысленную цепочку, которая вела бы к жору. То, что на втором фото было оставлено на утро следующего дня, и утром было съедено опять с большой жадностью. Но это была единственная пища утром. Даже запивать не стал, удержался, понимая, что будут серьезные последствия. И они не задержались, но об этом позже. И так наступило промежуточное насыщение. Понимая, что преступление совершено, и уже ничего не изменить, решаю скушать половину зефирки, лежащей в хлебнице. То есть, жор провоцирует то, что человек вот действительно жрет, 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 жрет. Его задача заполнить желудок. Так сказать, сравнить. Видите, какие вы крутасы ума. Сравнить, а что, допустим, слажим. И съедай полторы штучки. Больше там не было. Присытившись, оставшую пастилу, оставляю и ухожу к себе в комнату. Ложусь. Ха-ха-ха. Не тут-то было страшный жор. Был выпущен наружу и не собирался так просто оставлять мое бренное тело. Вот главное, чтобы вы своим умом, который является для вас главным инструментом, не оставили себя, не оставили свое тело, а сделали его храмом, в котором вам приятно жить. И инструментом для постижения внешнего мира. Начал терзать себя рыча. Еще, еще. Преступление совершено. Давай хотя бы насытимся сполна. Ага. Раз я, грубо говоря, отвязался, теперь, значит, будем, как бы сказать, совершено сполна. Ага. Сколько можно недоедать. А вот тут остановимся. Вот это, как бы сказать, новый поворот. Об этом он не писал. А я же ему говорил, говорил, что три часа прошло, покушал. Три часа прошло, покушал, чтобы ты чувствовал, что все успело усвоиться. Если ты чувствуешь, что тебе к трем часам уже пища провалилась и хочется есть, съешь больше. Ты же регулируй себя. Я же тебе сколько раз говорил. Нет, грубо говоря, не 100 грамм, 150 грамм. Ага. Мало этого, 200 грамм. Мало этого, 300 грамм съешь. Ну вот это, вот эти фразы, это говорит о том, что, ну вообще человек не работает умом. Ему говоришь одно, а он тут вот это что-то там взвешивает, потом вот это недоедает, потом у него вот это все это накапливается, и потом это неудержимо прорывается. Я вам все вот так рассказываю. Это практически у каждого человека бывает, который вот срывается ножом. Сколько тебя будет мучить этот постоянный голод? Ага. Съедай больше, съедай больше. Важно чувствовать, что ты съел, наелся на 3 часа. Почему 3 часа? Для того, чтобы все прошло, все прошло, все усвоилось и так далее. А не то, что ты, грубо говоря, через каждый час кладешь, 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 лишь бы что-то сжевать. Надо же это переварить еще. Вот в чем задача. И все это, опять-таки, выход из голода опирается на ваши ощущения. Съели нормально, захотелось там есть через 3 часа, ага. Съели нормально, но еще хочется есть. Значит, больше. Больше. То есть, вот так. То есть, это говорит о том, что ваша пищеварительная система запустилась, и она уже может переварить гораздо больше, нежели раньше. Значит, удовлетворите ее. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как вот один там, я проголодаю 30 дней, сброшу там 30 килограмм и так далее. А я ему написал, это смертельно опасно. Это смертельно опасно. Вы не знаете, с чем вы столкнетесь. Думаете, это вот так вот. Так это еще не все. И так он заставлял меня подниматься два раза с кровати, пока я не рухнул на кровать в изнеможении, еле дойдя до нее. Желудок был забит и тянул вниз голову так, что носом почти касался пупка. Да, уже лежа на кровати, неистово просил Госпожа нашего остановить меня, так как сам уже был не в состоянии этого сделать. Так вот для того, чтобы вот это не случалось, сто раз читайте молитву. Не после, а вот перед этим. Вот вы поставили тарелку, и пока не прочтете сто раз, вы ее, значит, к ней не прикоснетесь. Тренируйте свою силу воли, тренируйте. В противном случае вот это будет с вами происходить. Тяжело дыша, стал проваливаться в сон, а теперь внимательно. И тут в полудреме мне видится, как ко мне в гости ползает большой черный змей. Подползает к кровати и смотрит на меня. У него очень мудрые глаза. Когда пишу эти строки, мурашки бегут по коже, как его вспоминают. Так какие мудрые глаза, или они какие-то такие, не совсем будем говорить это, мудрые, а несколько иное. Не хочу сказать страшные, но примерно что-то в этом уровне. В это время в зале корчится от боли и сумасшествия человек в смирительной рубашке. Да? Вот так, знаете, интересно. Даже и не придумаешь умом вот эту картину, что тебе выдают. «Очнувшись от сновидения наяву, поблагодарил Бога за видение и предоставление того, что со мной будет». На третьей фотографии видны последствия этого жуга. А теперь вот немножечко остановимся на этом феномене. Опять-таки вспоминаем евангельские времена. И в частности, такой рассказ, когда Иисус Христос исцелил одного там человека от какого-то там заболевания. Потом он его встречает через некоторое время и видит, что тот человек занимается опять тем же самым, тем же самым занимается. И он ему говорит, слушай, заканчивай вот этим всем этим делом заниматься, чтобы не было тебе хуже, чем до этого. А теперь и дальше там такие есть слова. Когда, вот допустим, Серджи во время голода создал условия для того, чтобы чужеродная субстанция в виде этого змея, который прекрасно угнеждился в его организме и питался там всеми этими колбасами и прочим, 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 плодил вот этих вот кучу глистов, все нормально значит у него было. Но голод создал условие, что это все ушло. И там вот как раз рассказывается, что будем говорить, когда выгоняют из человека беса, ну выгнали его все из, как бы сказать, из дома, которым было человеческое тело, он, значит, ушел и бродит там, бродит, 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 а потом через некоторое время возвращается, взял при этом еще более сильных, значит, своих собратьев, дабы посмотреть, можно ли опять заселиться. И если человек, вот которому помогли вот это сделать, ага, выгнали беса, а он там занимается своим делом, как и продолжает заниматься, приходят, смотрят, что все спокойно, все нормально, все так же. И заселяется еще компашка более сильных. И вот тут-то их второй раз выселить редко кому удается. И тут как раз мы видим вот этот феномен библейский, этот, евангельский, что он уже второй раз пришел и смотрит. А что тут, как можно? Да, пожалуйста. Объедение идет полным ходом. И это все настолько сказывается, что отключается у человека ум. Он сходит с ума. Это все показали. Это даже, знаете, не я там выдумал и что-то такое. Я просто интерпретирую, как это происходит. Вот показали, что в смирительной рубашке, потому что безудержу будут жрать, и его уже завяжут, привяжут и так далее. Это говорит о том, что человек не был готов, вот мы начинаем с самого начала, не был готов ни к голоду. Он не понимал ничего, он не знал, с чем он столкнется. А когда столкнулся, вот что оказывается. И вот мои советы. Вот насчет прилога я вам сказал. Как только какая-то мысль появляется о еде, о чем там вкусном, запах, шмаках. Все, значит, вы отдергивайте эту мысль, вытесняйте ее чем хотите, чтобы не запускалась вот эта вот цепочка. В противном случае, вот что было показано ему. Что было показано в сонном видении. На утро попытался почитать, сколько и чего было съедено. Начал с кусочка сыра. Но на вкус он оказался как пластилин. Выплюнул. Потом сосиска. По вкусу пенопласт. Вкуснее. Выплюнул. По купной копченое сало. Читаю, как написано. Оказалось безвкусным. Все эти продукты пробовал первый раз с момента начала голодания и выхода. Полная дрянь. Только по привычке люди могут это жрать убежденные, что это вкусно. Нет, это не вкусно. А я искал именно вкусненького. Так мне хотелось побаловать себя и кайфануть. Вот мое молчание – это недоумение. Недоумение человек. Знаете, ну, можно так сказать, как ребенок. Он хочет на таких самых обыденных вещах порадовать себя, кайфануть и так далее. Ну, а потом отдать всего себя с потрохами, глистам и вот этому змею. Так. Жена готовила для дочки салат из свежей морковки, домашних яиц и капельки майонеза. Вот он понравился. Жалко его осталось мало. Всего около пяти вилочек удалось набрать. Затем в ход пошли тушеные на воде морковь и капуста с добавлением домашнего томатного кетчупа. Без масла и соли жена готовила для дочки. Там набралось вилочек до восьми. Уже упоминал зефир полторы штуки. Сама пастила 150-200 грамм. И поняв, что холодильник пуст, была еще копченая колбаска, нераспакованная. Но ее не захотел и пробовать. Вспомнил, что в морозилке лежит домашнее соленое сало. Достал его и без хлеба, и без картошки, и без каши, и без тыкви. Очистил его от соли, срезав верхние слои. Начал смаковать его. Какое оно вкусное в чистом виде. Потому что оно лучше всего уравновешивает сухость и холод в организме, которые заставляют человека жрать, жрать, жрать и жрать. По приблизительным подсчетам, его было съедено грамм сорок. На фото сало отрезано с обоих сторон. С одной стороны резал и ел вчера, а с другой стороны отрезал такой же кусочек и взвешивал его сегодня. Четвертое фото. Получается, во время жора кушал в основном овощи. Овощи надо тушить. И чтобы не было... Надо половина овощей тушеных, половина каши. Каши с топленым маслом. Это самое вкусное. Фух, высказался. Целый день думал, как это сделать. Можно прямо целый писатель. Будет еще два или три письма сегодня. Ну, писатель. Сразу в одно писать не могу. Больше трех фотографий не передает. Ну, почта не передает. А вот мы сейчас с вами посмотрим, что он еще написал. Написал 28 февраля. Итак. Многоуважаемый Геннадий Петрович. В 10.45 случился второй самостоятельный стул сзади. Это хорошо. Стул мягкий, не оформленный. Не оформленный. Видны частички не переваренные. Кожура фруктов от пастилы. Помните, это были разные варенья до приготовления их пастилу и морковки. Последствия вчерашнего жора. Не сильно утруждал себя пережевыванием. Знаете, туда, да. Загружаем и все. Хочу рассказать про капусту. Утром только взял пастилу в руки, чтобы показать проснувшейся жене, что получилось, как тут же не удержался и начал ее жрать. Это и был мой первый прием пищи в 7-10. Съедено меньше 190 грамм. Хорошо, что жидкость была выпита заблаговременно. В 13 часов накладываю 267 граммов тушеной на пару капусты. Наливаю 3 столовые ложки корчичного масла 30 грамм. Добавляю для вкуса домашней пасты томатной 90 грамм. Взвешиваю, получается 387 грамм. Начинаю кушать. Вкусно. Но чувство вины за вчерашний жор, раскаяние и немножко разума заставляет меня откинуть 103 грамма этой смеси фото. После этого заплакал и в слезах искренне благодарил Бога за первые признаки возникающего благоразумия, самоконтроля и чувства меры. Кстати, нормально наелся. Сейчас буду писать отчет за 28 февраля. Значит, что он дальше пишет? Возражения какие приводят? Многоуважаемый Петрович, вы говорите, зачем тебе противень, зачем тебе эта мельница, зачем тебе эти двери? Не суетись. Да они мне как раз и нужны, чтобы отвлечься. Как вы говорили, поел и на три часа ушел из дома и чем-то себе изданил. В противном случае будешь обжираться от безделья. Сегодня, например, с тестем вставлял в замки межкомнатные двери и ходил на курсы токарей. Вчера с женой ремонтировали межкомнатные двери, которые просели и перестали закрываться. И такое отвлечение дает результат. Сегодня кушал в 7.25 пастила сладкая, 180 грамм. В 13.25 капуста тушеная на пару с горчичным маслом и домашней томатной пастой. В 16.45 яблоки манан, 267 грамм. В 20.20 каша кукурузная, 250 грамм. Масло сливочное – 13 грамм. Выпито хвоща – 720 мл. Компота – 500 мл. Овощного сока – 250 мл. Я дал оценку происходящую, дал рекомендации. Остается их выполнять. Как вы остановите этот жор? Ну, я уже сказал. Может, вы что-то еще свое придумаете. Это ваше дело. В противном случае, вот тот сон как раз и говорит о том, что вас ждет. Увы, такова жизнь. Вот круг и замкнулся. Начинать надо с работы над собой, над своим собственным сознанием, над своими собственными побуждениями. И тогда будет то, что надо. А если мы это не делаем, а думаем, что все это решится едой, физическими упражнениями, и, грубо говоря, механически выполненным голодом, очистительными процедурами, толку будет мало. Добро здоровиться, уважаемые посетители моего канала. В первую очередь, я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит дульку с маком.